Очень будет интересная тема, очень будет интересная презентация. Но вообще все изменения и все индексации в компании Фаберлик, вы уже видели название моей трансляции, что в компании Фаберлик, грубо говоря, на 20% проиндексированы все доходы и примерно 30-45% проиндексированы все бонусы. Некоторые бонусы на 60%, некоторые 45%, некоторые 23%. И сейчас мы с вами все это будем смотреть. Но для начала я вам хочу сказать, что все эти изменения, они, конечно же, мы их очень долго ждали. Почему? Потому что у нас с вами, как вы видите, доллар растет. То есть на этом можно не заостряться, все мы про это знаем. Видим инфляцию в России накопительно. Это с марта 2015 года получается, до июня 2023, прямо тут года, все указано, что у нас с вами плюс 65% инфляции, практически 66%. И, конечно же, еще кто был на Johnny Motivation в Турции от компании Фаберлик, то там драгоценные директора умоляли и просили компанию Фаберлик сделать, соответственно, с инфляцией индексацию. То есть вот этот момент мне хочется проговорить прямо даже несколько раз. Директора очень просили еще тогда. Но тогда компания не услышала, она не услышала. Но все-таки факт остается фактом. А с этого момента прошло уже два года, как мы с вами понимаем, скоро уже три. И, конечно, рост цены и инфляция еще больше нас догнали. Рост цен на потребительскую продуктовую корзину тоже догнали нас. То есть и доход директора, конечно, некрасиво так говорить, но он действительно, согласны вы со мной, не согласны, отпишитесь, он перестал быть конкурентоспособным. То есть доход выплат на структуру директора был 41 400 рублей. И вот этот вот момент как раз-таки у нас с вами. И получается, что это было действительно мало. И мы действительно сильно много и часто просили и говорили, повысите нам цену, повысите нам доход. И так далее, и так далее. Но что мне понравилось в компании Faberlic, то, что все-таки компания партнеров услышала. То есть мы не какие-то там, извините, да, конечно, не тактично, но какие-то там иностранные компании, которые просят, просят, просят. И Faberlic, он, наоборот, обращает внимание, да. И он слышит лидеров и объясняет им, да, почему, что, зачем и как, почему это можно сделать, почему нельзя сделать, да. И вот как раз вот этот самый момент, что мы все-таки достучались до компании. И огромное вообще спасибо ей, компании Faberlic, за что конкретно, за что, да. То есть первыми были услышаны, конечно, лидеры в Казахстане. И вот низкий поклон всем лидерам Казахстана за то, что сегодня я сижу перед вами и объявляю эту новость. Это действительно мега-вау. Да, то есть далее была проиндексирована, да, Беларусь и Кыргызстан. Вот, и, конечно, у всех увеличились доходы, и скоро Валя с Андреем Теренковыми с нами пообщаются на эту тему. Вот, все это очень быстро. Мы приехали из Москвы только вчера. Было закрытие каталога, и сегодня уже мы объявляем, поэтому кто с кем, чего, как, почему. Да, то есть, ну, очень хочется. То есть сейчас у меня слайды официальные от компании Faberlic. Поэтому тут уже 100% не может быть каких-то ошибок. Итак, значит, мы с вами говорили, что индексацию, то есть повышение, запустили уже в Казахстане, Белоруссии. В Казахстане, как вы видите, было два повышения. 16-й каталог 2021 года и первый каталог 2023 года. То есть Казахстану было мало, и они попросили еще раз им повысить. То есть 20 и плюс 11. Далее Кыргызстан тоже в пятом каталоге 2023 года повышение, тоже было изменение цены балла, повышение, да. Вот, поэтому, да, изменение сетевых показателей после изменения сетевых баллов, да, то есть у нас получилось количество директоров. Вот видите, да, слишком сильное повышение было в Белоруссии, да, плюс 25% повышения, и директора немножечко просели. Поэтому компания Фаберлик нам дала 20%, да, а Кыргызстану 15%. И вот после того, как 20% в Казахстане, видите, все хорошо, да, количество директоров плюс 1%, да, то есть Казахстан они повысили 20%, и ничего вроде бы не предвещало, но 25% лидерам Белоруссии показалось много, да, и была просетка минус 8. Вот, дальше смотрим, Казахстан плюс 11% и плюс 7% директоров, да, то есть Белоруссия минус 8, плюс 7. То есть поэтапно оказалось менее болезненно вот это вот все повышение, вот эта вот вся индексация, как говорится, да. Ну, я не знаю, индексируются все зарплаты, продукты, пенсии, то есть все повышается, кроме нашей компании. И, конечно, слава богу, что все-таки начали повышать, и, как вы видите, в 2023 году повысили и в Казахстане в каталоге номер 1, и в Кыргызстане в каталоге номер 5. Но показатели получились шикарные, да, плюс-минус 1%. Вот, это, конечно, здорово. Дальше. Объемная АЭС структуры директора вырос на 19%, соответственно, на 25%, на 10% и в Кыргызстане на 14%. Вот такая вот классная динамика. И мне эта динамика безумно понравилась. Я вам скажу честно, мы работали в Москве огромным количеством людей. Там была лига предпринимателей, там была элитная команда. Нас было много, нас было реально много, так, 6 столов по много человек. И, конечно, мы разделились практически на два. Мы разделились практически на два. То есть кто-то хотел вообще, чтобы сразу повысили выплаты, бонусы и так далее на 50%. Кто-то даже это просил. Кто-то просил, но нам компания дала выбор 20 или 33. Вы представляете, ровно пополам лидеры проголосовали. Потому что 33% – это сразу супер-мега плюс, и это сразу один раз. То есть не хотелось, как в Казахстане только сделали, потом опять. Но на самом деле компания, когда нам показала, что в Беларуси сделали не 31, а 25%, и показала нам, что директора на 8% упали, количество директоров, нам дала заднюю, сказала, давайте сделаем, как в Казахстане, 20%. И если у нас по России будет прирост, прирост вернее, то мы сделаем с вами еще одно повышение. Я думаю, что это здорово, и я думаю, что это классно. Поэтому я вообще в полнейшем восторге от этой идеи и в восторге от того, что все-таки мы будем конкурентоспособными. То есть на данный момент по отношению к 2022 году, то есть с 16-го периода 2022 по 16-й период 2023 года, у нас с вами динамика роста по России плюс 20%. То есть все, кто работают, понятно, только те, кто работают, все растут. И так как компания Миллиардер, компания уже 26 лет на рынке, и у нее тысячи человек, которые уже зарабатывают, то это, конечно, вот такую махину сдвинуть на 20% в плюс, это миллиарды миллиардов, мне так кажется. Потому что это просто огромное. То есть 20%, например, для какой-нибудь маленькой компании, оно там будет плюсом небольшим. Но для компании Миллиардера, для мощной компании, у которой собственный завод, собственное производство, своя микробиологическая лаборатория, куча социальных проектов, да, там друг из приюта и так далее. То есть вот это все, как бы это очень большой прирост считается, да. Так, и, конечно же, самое главное, что нас с вами ожидает с периода 2-2024 года. Это как раз то самое ожидаемое событие. И когда нам это событие вообще объявили в Москве, я не знаю, я повела себя не очень красиво и прямо на весь зал сказала, ну, господи, ну, наконец-то дождались. Давно было пора. Вот вы только представьте, как я себя некультурно повела. Почему? Давайте с вами смотреть, да. То есть начинаем с позитива. Конечно, я не отрицаю, что придется поработать. Давайте включать не только эйфорию, но и голову, да. Придется нам с вами немножко поработать, но для того, чтобы зарабатывать на 20% больше. Согласна, это, ну, как бы вкусно. Тем более, что нас в доходах никто не ограничивает. Мы можем только сами сказать себе нет и сами сказать себе да. То есть да, я буду рекрутировать расти, нет, я не буду рекрутировать расти. То есть наши личные решения каждого, все свободны. И нас с вами ждет повышение доходов, объемной скидки лидеров РФ, слайдов 41, поэтому давайте с вами побежим быстро, со второго периода 2024 года. Будет мега много сюрпризов, поэтому наберитесь. Вот, и если что, обязательно задавайте вопросы. Значит, ступень маркетинга. Все мы с вами знаем, что у нас есть таблица баллов на выплату. Вот она у нас перед нами, да, то есть это выплаты на структуру. У нас есть консультант 3%, это баллы 100 баллов по личной группе, да. И старший консультант 6%, это 200 баллов. Лидер 9%, это 600 баллов. Кстати, вот старший консультант, всегда отношусь тепло к этой ступеньке. Пусть это всего лишь 200 баллов, но у меня на уровне старший консультант была прям такая мега мощная победа над собой. Я начала вести планерки, вебинары для структуры, будучи на 6% всего. Поэтому я прям очень люблю 6%-ников, потому что именно 6-9%, если лидер начал проявляться, он быстро, быстро пойдет вверх. Поэтому смекайте, да, берите пример с наставницы, как говорится. Дальше, значит, лидер 9% 600 баллов, старший лидер 12% это 1000 баллов по структуре, вице-директор 15% это 1500 баллов по структуре, старший вице-директор 19% это 2000 баллов по структуре, и кандидат-директора это 23%, это 3000 баллов по структуре. Кто не понимает, что такое кандидат-директора, это человек, который сделал 3000 баллов, но чтобы стать директором, ему нужно подтвердиться и получить на новый лад квалификационный бонус 80 тысяч рублей за подтверждение статуса директора. То есть 8 каталогов из 17 нужно продержать свой статус, чтобы забрать премию 80 тысяч. А, немножечко, да, забежала вперед. Смотрите, значит, на всех этих процентных уровнях, чтобы получать выплаты за структуру, нужно делать 50 баллов. Никакие там не стоят, они миллионы, не миллионов. 100 баллов веб-консультант – это человек, который участвует в трех привилегиях. 50 же баллов для того, чтобы получать скидку 26% от цены каталога и выплаты за свою структуру. Итак, если у нас с вами сейчас трехпроцентник получает 180 рублей, это не скидка от цены каталога, это не кэшбэк, это объемная скидка. Я знаю, что недавно ко мне подходил лидер из другой сетевой компании и сказал, у нас кэшбэк 2000 за 100 баллов. Я говорю, ну, извините меня, у нас 2600. Только мы эти 2600 не отдаем взаимокомпании, чтобы она нам через месяц вернула. И это не может быть никак зарплатой. То есть вот это нужно обязательно понимать, дорогие мои, потому что некоторым нашим новичкам пудрят мозги неграмотно-финансовые люди. Давайте так вот. Хотя на самом деле объемная скидка – это когда вы начинаете расти именно по карьерной лестнице. То есть скидка покупателя и объемная скидка – это две разные вещи. Объемная скидка – это выплата за структуру, которая растет, вы открываете ИП и получаете эти деньги на расчетный счет в банке. Скидка же от цены каталога – это у нас с вами что? Это скидка, которую мы не платим и не отдаем. То есть 26% скидки от цены каталога может получить любой покупатель, который делает 50 баллов и выше. Он просто не платит эти деньги в компанию. То есть у нас есть с вами после регистрации, сразу вы делаете, например, сразу же вы делаете заказ, у вас скидка 20%. Если вы сделали 50 баллов, на следующий каталог у вас увеличится до 26%. Поэтому объемную скидку со скидкой от цены каталога не нужно путать. Вот про это хочется прям серьезно поговорить. Значит, консультант 3%, доход 180 рублей, но он станет с приростом 20% скидки – 216 рублей. То же самое 6% лидер был 720 рублей, будет 864 рубля. Старший лидер был 7200, будет 8640. Ну и перепрыгиваю через статусы, потому что это вы все сами можете посмотреть. 3000 баллов – это кандидат в директора. Был 41400, стал 49680. Ну практически на 10 тысяч доход подпрыгнул у директора. Дальше, значит, о чем мы с вами поговорим дальше. Вот вы видите две колонки в год. То есть, если ранее кандидат в директора и директор зарабатывал 745 тысяч, это минимум, который говорится, это минимум, вы понимаете, что директор может быть и 4000 баллов, а директор может быть и 4999 баллов. Это все директор. И понятно, что доход там уже не 40, а 60. То есть это мы с вами берем голый доход, именно ровно 3000, и чтобы люди были все в вашей первой линии. Доход 41400, вот, и, значит, это 745 тысяч в год, да. А тут получается уже не 745, да. У нас с вами выплаты возрастают до того, что мы будем получать 894 тысячи в год. То есть 10 тысяч примерно, да, примерно, да, 9-10 тысяч в каталог, у вас просто увеличивается доход. Понятно, что если ваш доход, да, сейчас, допустим, как у директора там 50 тысяч рублей, то плюс 20%, то понятно, что он у вас не уменьшится, он также индексируется весь ваш доход. Вот это очень-очень мега важно. Итак, бежим дальше. Сейчас мы с вами будем говорить про все виды бонусов, которые есть в компании Фаберлик, и как они увеличатся. Бонус материнства у нас с вами и усыновление, да, то есть неважно, родили ли вы сами малыша, или вы его усыновили, вот это нужно понимать, еще важно очень такой вот, да, вырос на 67%. То есть сейчас, если в семье рождается первый ребеночек, то это 27 тысяч в год, да, то есть и второй ребеночек 54 тысячи в год. То есть по 3 тысячи в каталог или по 1,5 тысячи в каталог. То станет со второго каталога 2500 в каталог, это 45 тысяч в год, целый год нам компания платит, да, бонус материнства как новоиспеченным мамочкам. И если второй ребенок и далее, второй ребенок считается, если в семье есть дети младше 14 лет, это 5000 рублей в каталог. Просто потому что компания знает, что вы родили, что вам немножко не до бизнеса и начинает вам доплачивать, начинает вам помогать. Самый добрый бонус – это 90 тысяч в год. Как вам новости? Это уже вторая новость. Да, то есть смотрим с вами дальше. Значит, бонус материнства у нас проиндексировался на отличнейшее. Дальше у нас с вами идут повышения квалификационных бонусов. Слайды, я думаю, все видите. Огонь, да? Немножечко в шоке, да, тишина в чате. Все. Давайте, давайте, просыпайтесь. У нас с вами еще много слайдов впереди, еще много хороших новостей. Надо и о деле поговорить. Ну, в принципе, можно и завтра тоже встретиться с вами. Вот, значит, квалификационные бонусы у нас с вами, посмотрите, на какую сумму поднимаются. То есть они не на 20% проиндексируются, а на 45. То есть это уже просто дар компании, да. Директор был 55 тысяч за подтверждение, стал 80 тысяч за подтверждение. Старший директор был 82 500 или 27 500, если ранее вы получали 55. Сейчас он стал 120. И если ранее вы получили 80, то он будет 40 тысяч. Шикарно. Согласны? Шикарно. Вообще шикарно. Ну, и дальнейшие квалификационные бонусы. Давайте с вами посмотрим. Серебряный директор. У нас это два директора под вами. Это 110 тысяч был. Станет 150. Золотой директор. Это три директорские ветки в вашей структуре. Был 165. Станет 200 тысяч. Рубиновый директор. Четыре директорские ветки. Был 220 тысяч. Стал 275 тысяч. Бриллиантовый директор был 330 тысяч. Станет 400 тысяч. Это единовременный квалификационный бонус. Это не доход, ребята. Дальше, значит, элитный директор был 500 тысяч. Стал 600 тысяч. Национальный директор был 1 миллион рублей. Будет 1 миллион 200 тысяч рублей. Старший национальный 1 миллион 250 тысяч рублей. Элитный, прошу прощения, да, бриллиантовый. это 6 директоров в первой линии, элитные – это 9 директоров в первой линии, да, поняли, да, все по 3. Старший национальный директор – 1 миллион 250 тысяч рублей, это индексируется в полтора миллиона рублей. Вообще круто, ребята. Да, дальше, значит, старший национальный директор – это 1 миллион 250 тысяч рублей, полтора миллиона рублей. Международный директор – полтора миллиона рублей было, будет, миллион 800. Старший международный директор, это был 1 миллион 750 тысяч рублей, станет 2 миллиона рублей. Старший международный директор, премия 2 миллиона рублей. Статус партнер, это мой статус, это 24 директорские веточки, да, немножечко с вами остановимся на маркетинг-плане. Сейчас, да, мне осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть самых сложных ступеней до конца карьерной лестницы. Сейчас я нахожу в статусе партнер. И я получила 5,5 миллионов рублей. И все бонусы, которые были выше, я все это получила, помимо своего основного дохода. Но сейчас за подтверждение статуса партнера будет 8 миллионов вместо 5,5 миллионов, да. Видите, уже начались миллионы, уже начали миллионы расти, да. То есть, да, чем выше, тем лучше. Старший партнер, это 24 директорские ветки плюс 6 бриллиантовых ветвей в вашей первой линии. Это было 8 миллионов премии. Вот я прям очень желаю поскорее открыть старшего партнера. Это моя следующая ступень, цель, мечта, все вместе. Но доход уже будет, ой, единый квалификационный бонус уже будет 10 миллионов рублей. Очень хочу. Прям очень хочу. Хотите 10 миллионов рублей? Вот представляете, для кого-то это нереально, но я понимаю, что я уже рядом. Вот тут я партнер, да, и вот старший партнер вот уже, вот, ребята, вот чуть-чуть. Осталось, да, кажется, осталось дождаться 6 бриллиантов в первой линии мне. Дальше. Старший партнер, доход, квалификационный бонус, управляющий, вернее, партнер, перепрыгнула нечаянно, да, бонус 14 миллионов был, станет 17, национальный 21 миллион будет 25, международный партнер 40 миллионов в год, 50 миллионов. Представляете, надбавка 10 миллионов. Я просто вот эти цифры читаю, мне кажется, что это как-то вот из ряда вон фантастика, но на самом деле такое бывает в компании Faberlic. Ну и статус генеральный партнер, это самая последняя директорская веточка, была 55 миллионов, станет 80 миллионов на минуточку. Прибавили, так прибавили, да, как-то вот смотришь, да, и вот ты немножечко в шоке, поэтому не совсем можешь проявлять какие-либо чувства, ощущения, потому что эти суммы, они должны вообще в голове как-то уложиться и дойти, и понять, что вообще оно такое может быть, да. Кто такой генеральный партнер, кто мне скажет? Генеральный партнер – это 30 бриллиантовых директоров вашей первой линии. Вот такой вот классный бонус, 80 миллионов. Ух, есть еще два каталога до периода 2024 года, то бишь 42 дня целых, да, то есть это чуть-чуть больше месяца. Скоро все это настанет, поэтому нужно быть к этому готовыми, мои дорогие. Вот, значит, допустим, если вот директор подтверждает статус в каталогах 14, 16, 18, и затем в каталогах 2, 3, 4, 5, 6, то квалификационный бонус будет рассчитываться таким очень интересным образом, да. То есть по-старому 55 тысяч разделить на 8 будет 6 тысяч в период, да. И по-новому будет 80 на 8 – 10 тысяч, да, в период. Вот, и получается мы вот это прибавляем, да, с этим, и получаем 70 тысяч на выхлопе, да. То есть, но те, кто открылся уже в каталоге 2, 2024, у них уже всех этих пересчетов не будет. То есть тут уже все будет легко и просто. Вот тут самое главное вот этот момент понять, что все бонусы вот таким образом будут рассчитаны. Дальше. Бонус развития. Все мы с вами знаем, что такое бонус развития. Всегда приглашаю всех в бриллиантовую команду Faberlic. Бриллиантовый директор – это человек, который смог вырастить 6 директоров в первой линии. И это 6 директорских веточек получается. И эти веточки в количестве, да, 6 штук получаются, они приносят статус бриллиантового директора. И бонус развития платится как раз с уровня бриллиантового директора в подтвержденном статусе. То есть это, да, и получается, что бонус развития увеличивается пропорционально увеличению полученного квалификационного бонуса в структуре. О чем я сейчас говорю, кому непонятно. Вот это вот квалификационные бонусы в структуре, да, то есть вот 150 тысяч, полтора миллиона, вот это все квалификационные бонусы, да, то есть единовременные за то, что вы на своем статусе подтвердились. Вот. Вообще бонус развития, суть-то в чем его, да, то есть у вас в структуре в команде, сколько бы не было директоров, сколько бы они не получили премии, за какие бы они не получили премии, все, они получают полноценный свой бонус, да, за подтверждение там директора, рубинного директора, а вы получаете 30% от всех бонусов в вашей структуре и команде. Вот, например, если взять на минуточку, да, пример, наш последний бонус развития равнялся около полутора миллионов рублей, и мы слетали в пятером в Эмираты на 12 дней, и у нас еще осталось. Вот такой вот прекрасный и классный бонус, да, то есть вот это вот вообще просто шикарно. Вы можете так вот взять, слетать, отдохнуть, ну, вообще куда угодно можно потратить и на ремонт. Вот мы, например, родителям недавно сделали ремонт, он стоил около миллиона рублей, трехкомнатную квартиру, вообще просто шикарно сделали, вынесли все, старье, и постелили полностью потолки новые, полы, покрасили стены, где-то обои, в общем, вообще было здорово и классно. То есть этот миллион лишний, да, как бы, грубо говоря, по бонусу развития, он получается, что на дороге не валяется. Да, вот, поэтому дальше с вами идем. Бонус стабильности увеличился. Это, наверное, самый маленький бонус по приросту, да, то есть, видите, 20-23%, то есть самое маленькое, наверное, увеличение бонуса стабильности. Это когда мы с вами не растем и не падаем с уровня подтвержденного директора. Если мы в статусе VIP, то мы получаем бонус стабильности. Вот, тут обязательно нужно понимать, если мы в статусе VIP. То есть директор у нас с вами будет 6600 в год, два раза в год, вернее. Старший директор 20 тысяч в год, да, и так далее. То есть, смотрите, я сейчас как партнер, но я уже давно миновала рубинового директора и выше, а на постоянной основе каждые полгода получаю по 22 тысячи рублей, чтобы вам было понятнее, да. Сейчас я буду каждые полгода, то есть два раза в год получать по 26500 рублей. За что? За то, что я не расту и не падаю. Шикарно? Шикарно. Да, поэтому как бы приглашаю всех, да, всех рубинового директора, чтобы получать просто за то, что вы рубиновый директор. Далее, бонус «Быстрый старт». У нас с вами есть бонус «Быстрый старт». Он состоит из умноженных на два квалификационных бонусов. То есть, если у нас с вами бриллиантовый директор получает со второго каталога бонус уже 400 тысяч рублей, то надо полагать, что бонус «Быстрый старт» – это 800 тысяч рублей он будет получать человек, да. То есть «Быстрый старт» – это когда вы с момента регистрации очень быстро растете, и все ваши бонусы за ваш быстрый рост умножаются на два. То есть, за 8 каталогов нужно открыть максимальный директорский статус, какой вы только сможете. Ну, у нас, например, в структуре есть трое лидеров, которые взяли «Быстрый старт» по элитному директору. Трое лидеров, 9 директорских веток, элитный директор, да, 9 директорских веток, они взяли «Быстрый старт». И, конечно, они собрали бонусы «Х2», вот именно что по такой акции. Сейчас еще идет акция, которая будет всего 7 дней продолжаться для лидеров других сетевых компаний, «Х4», но она быстро закончится. Вот, а тут вы только представьте, да, этот бонус «Быстрый старт», он у нас с вами остается на постоянной основе, и бонус «Быстрый старт» увеличивается на 2. То есть, если вы, допустим, давайте с вами посмотрим, еще раз, да, вернемся. Допустим, вы взяли «Быстрый старт» по золотому директору. То есть, у вас 200 тысяч умножается на 2, 150 тысяч за серебро умножается на 2, да, 80 тысяч умножается на 2 и 40 тысяч умножается на 2. То есть, все полностью умножается на 2. Вот про что эта шикарная акция. Вот такой вот у нас в компании есть бонус «Быстрый старт» для всех новичков. Все ли знали, что такой бонус есть? Поставьте по-честному прочерк, что сейчас не зря тут 5 минут распылялось. Итак, за счет чего увеличение всего? Да, за счет обычной индексации, ребята, да. То есть, мы с вами должны понимать сейчас. Смотрите, перед вами такая вот табличка. Сама ее получила буквально за 10 минут до вебинара. Тут немножечко есть изменения по сравнению с прошлым вебинаром, да. То есть, стоимость балла на выплату у нас с вами была 60. Проиндексировали 20%, стало 72. Стоимость закупки одного балла было 75. Проиндексировали 20%, стало 90. Стоимость одного промо-бала. Что такое полный балл и промо-балл, да, нас сейчас с вами смотрят новички. У нас есть продукция, которую завод Фаберлик, например, сам не производит. Или продукция, которую завод Фаберлик производит, но оно идет с очень сильной скидкой. И когда мы с вами смотрим, вот, например, давайте с вами прям посмотрим сейчас сайт Фаберлик. Давайте наши новинки прогрузим. И будем смотреть. Вот, например, это полный балл, да, как вы видите, да, то есть это полный балл. Как я сосчитала? Открываем калькулятор обязательно, чтобы новички понимали, о чем я сейчас говорю. Красную цену 740 мы делим на количество баллов. На 9,87. У нас с вами получается 74, ну, 75 рублей балл. Это называется полный балл. Но если мы с вами зайдем, например, в раздел «Дом», все для дома, да, то есть то, кстати, у нас с вами ультразвуковой аромодиффузор по полному баллу, если вы не обратили внимание, термокружка по полному баллу. А вот это, например, промо-балл. Давайте с вами посчитаем. Хочется, чтобы прям новичкам было удобно и интересно. Да, 740 мы с вами делим на 4,93. И у нас с вами получается 150 рублей балл. Вот, видите? То есть это промо-балл, да. Вот таким вот образом, я думаю, что понятно, да. Отпишитесь плюсики-минусики, все ли вам понятно, дорогие мои. Задавайте вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Так, тиша, у меня презентация затерялась. Вот, значит, и получается у нас с вами промо-балл был 150 рублей, будет 180 рублей, да. Сумма минимального заказа вообще, как была 1000 рублей, чтобы сработала скидка 20%, так и остается. Тут индексации 0, да, то есть также остается 1000 рублей. Цена образовательного продукта. Мы его называем инфопродукт, да, то есть был 2000 рублей за 50 баллов, да, стал 2400 рублей за 50 баллов. То есть у нас с вами 50 баллов можно сделать инфопродуктом за 2400 рублей. Вот про это не забывайте, пожалуйста. Цена балла еще была 40, да, получается, стала 48. То есть цена баллов в образовательном продукте, она всегда ниже. Все понятно. Девчонки, спасибо огромное, прям огромное, потому что мне нужно понимать, все ли понятно, потому что я уже в такой степени хорошо знаю маркетинг. А, мне так все легко, мне так все просто. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы. Вы поможете всему чату понять. Тот, кто стесняется, как я говорю, да, очень часто, тот лишает знания весь чат. Вот, да, запомните это выражение, никогда не стесняйтесь. Читаю, да, вас читаю, читаю. А вот, значит, был 40, стал, будет 48 со второго каталога. Шикарно, шикарно, все хорошо, да, то есть у нас еще с вами есть колесо баланса, да, оно было 100 баллов. Вот, дальше, значит, для потребителей и привилегированных покупателей ничего не меняется. Сумма закупки остается прежней. Колесо было 3 900, это было 100 баллов. Ну, вот 48, я так понимаю, что 4 800 будет. Ну, если прибавить, да, 48 баллов, будет 4 800, было 3 900. Так понимаю, Зоя. Вот, дальше, значит, смотрим. Цены остаются прежними в каталоге. То есть наши с вами покупатели ничего не заметят. То есть, как, допустим, в этом каталоге, да, один из покупателей, да, к примеру, закупился на 2000 рублей, то и в следующем каталоге он также может закупиться на 2000 рублей, и он ничего не заметит, потому что для потребителей ничего не поменялось. То есть меняется у нас с вами как у лидеров, у людей, которые получают деньги в личный кабинет или как самозанятые, или как на расчетный счет в банке. План работы мы с вами обсудим немножечко подальше, да, позже. Но мне тут хочется с вами реально серьезно поговорить, и хочется реально такой вот слайд вам показать, 26 слайд, да, то есть все боялось забыть его показать. Значит, это расчеты. Как вы поняли, да, насколько вообще мы будем с вами больше зарабатывать, будучи в статусе директор, да. Вот оно у вас начинается, кандидат в директора, то мы с вами будем зарабатывать даже больше, чем на 20%. Мы с вами будем зарабатывать, как вы видите по расчетам, все вот прям при вас, да, на 145 тысяч больше в год. Это нужно понимать, это нужно ценить, и это все помимо, ну, грубо говоря, квалификационных бонусов. Это шикарно, да. И было 655 тысяч в год, станет 800 тысяч в год. А, ну тут вместе с квалификационным бонусом. Расчет со второго каталога. То есть ни с того, ни с сего, да, нам компания взяла и все проиндексировала. Но у нас с вами есть риски. Все ли поняли риски? То есть так как у нас балл повысился, да, то сейчас и 50 баллов, и 100 баллов будет стоить на 20% дороже. Это же, да, как бы это же индексация, и оно будет подороже на 20%. То есть некоторые лидеры, как делали заказ, ну, например, заказ был там 10 баллов, он может встать на такую же сумму заказ, но может встать 8 баллов. И поэтому, конечно, нам с вами нужно обязательно еще раз встретиться и вот этот момент полностью проработать. Для того, чтобы не получать столько же после повышения, да, со второго каталога, сколько у вас сейчас. То есть, например, я вам сейчас приведу такой очень топорный пример. Это простая математика, да, такая поверхностная топорная простая математика. То есть лидер, например, был на 3000 баллов. Давайте возьмем такой пример. Да, то есть прошла индексация, у него осталось 2400 баллов, если у него одна структура и одни покупатели. То есть он получает эти же деньги, он не видит прибавку. Почему? Потому что он эти 600 баллов не нагнал. Ну, грубо говоря, так. Я понятно вам объясняю, дорогие мои? То есть что сейчас нам с вами нужно действительно поднажать. Да, да, да. Вот. То есть и отнестись к этим 42 дням, которые нам даны, уже, наверное, 41 дню, которые нам даны, действительно с большой ответственностью и понимать, что сейчас на данный момент можно начинать уже работать с распечатками, с полным баллом. То есть у нас с вами есть промо-балл и есть полный балл. И даже в каталог индексации можно действительно подпрыгнуть и вырасти, потому что мы с вами можем перейти, работать и создавать корзины для продаж, и так далее, все по полному баллу. Вот. А можем с вами немножечко обвалиться, но в зарплате мы с вами не потеряем. Но чтобы у нас были вот эти вот вместо, да, 655, да, как у директоров, я сейчас обращаюсь к директорам, да, то есть 655 тысяч в год, чтобы у нас стало с вами 800 тысяч в год доход, да, у директоров, а не остался на прежнем уровне, вы должны понимать, да, что вы не теряете, то нужно поднажать на 20%. Так, дорогие мои, ставим прочерки, если что-то непонятно, чат структуры Кононовых. Заходим, ставим плюсы, минусы. И завтра с вами еще посидим, посчитаем. Завтра у нас с вами еще один главный вебинар. Потом будет Андрей Зеленков выступать. У него было два повышения баллов, два повышения баллов, и поэтому он расскажет, насколько у него больше он стал зарабатывать, стали зарабатывать его лидеры, насколько больше они вообще были счастливы, что у них произошла вот эта вот индексация, насколько они стали счастливы, что они стали конкурентноспособными. И честно могу вам сказать, что, конечно, мне кажется, что 20% маловато. Вот, но 33% пока вот делать не стали, но 20% хотя бы уже хорошо. Хоть это и не супер-мега значительно, но это уже, ну, как бы 20% на дороге не валяется. Мы с вами видим и того за год, и видим, что, ну, как бы это еще без бонуса стабильности, без закрепленных званий, да, то есть тут тоже нужно уметь все это дело посчитать. То есть вот у нас с вами, да, новые доходы, новые товарообороты. И сейчас мы с вами можем взять любую свою, любой свой доход за год, свой личный доход за год и просто прибавить к нему 20%. И посмотреть, сколько бы вы в этом году могли бы заработать, если бы индексация была бы в январе 23-го года, да, а не в феврале 24-го года. Это действительно легко, да, самим себя проанализировать, но плюс 20% у директора, да, то есть у директора, не у лидера, например, там 3%, там не у лидера 15%, а именно со статуса директора, если смотреть, то это примерно 20%, это примерно 600 баллов, да. Вот, поэтому нам с вами нужно сейчас постараться и поработать именно вот с этими вот, со всеми табличками. Как мы с вами можем прирасти, что мы с вами можем сделать вообще, да, для структуры, для команды. Посмотрите, как все здорово и классно просчитано, да, за счет чего, какими методами. Мы с вами можем организовать на этот момент действительно кучу марафонов, вебинаров, кучу каких-то розыгрышей, не забывайте, да, у нас с вами, кстати, скоро розыгрыш 30 тысяч рублей для команды Кононовых за то, что вы в рейтинге топ 100 рекрутеров через промо Фаберлик. Скоро-скоро на днях мы с вами это все дело проведем, да. То есть и вот это мы все, в принципе, можем с вами обсудить, обсудить и посмотреть. Вот это, конечно, уже, ну, как бы это презентация от компании. Я вам честно скажу, что работа на промо-стойке, на новогодних мероприятиях, ни разу это не практиковала. Я чистой воды онлайновец, я люблю работать на рекламе, на воронках, да, то есть реклама – это контекст, это таргет, это воронки, это бренд, да, это максимум, на чем я лично выросла, да, это спам, мой любимый, дорогой спам, когда мы делаем, создаем странички, делаем охваты, это максимум, да, то есть у меня получается, вот, конечно, да, то есть, но я ни разу не пробовала расти на мастер-классах, работа на промо-стойке, да, то есть ни разу, но вот прорабатывать бизнес-предложения я, конечно, попробую, да, то есть мне это очень-очень интересно, потому что вокруг действительно я прямо замечаю, как огромное количество людей вообще не могут исполнять свои мечты и желания, причем обычные, да, например, недавно я столкнулась с женщиной, с которой мы живем в одном подъезде, и у нее мечта, чтобы она успела выплатить кредит за стиральную машину, чтобы взять кредит на холодильник, чтобы у нее холодильник не сломался до того, как она выплатит кредит за стиралку, то есть, ну, вот даже такие мечты, понимаете, у людей бывают, а тут мы просто щелк, да, и вот эту вот надбавку мы можем потратить и на какое-то путешествие, согласны, и на холодильник, и на стиралку, и еще окна в квартире поменять, да, ну, у кого какие цели, или просто вот я сегодня с этим столкнулась, поэтому рассказываю самый свой последний пример. Поэтому бьюти-чаты, бьюти-чаты – это вообще очень круто, потому что 600 баллов, да, это всего лишь 6 вип-консультантов, мы с вами должны понимать, а вип-консультанты – это привилегии по многим параметрам, да, то есть, это и программа вип, это и программа драйв. Вот. Дальше, значит, с какого метода начнем, конечно, решать нам с вами, но это все, я думаю, вы уже устали, сегодня было 3 вебинара, это 3 вебинар, который лично я веду 2, но уже это 3 мой вебинар, на первом я просто присутствовала, и могу сказать, что, конечно, столько много информации не усвоится в голове, но я хочу вам сказать, что мы с вами обязаны сегодня, завтра сделать самые главные вещи, вообще для нашего с вами бренда должны сделать самые главные вещи, мы должны с вами грамотно составить посты со своими классными фотографиями, да, то есть, все грамотно сделать для того, чтобы свой бренд развить шикарно. Можно написать, ой, в компании повышаются бонусы квалификационные, ура, ура, и все, да, с какой-нибудь своей фотографией. И, конечно, этого никто не поймет, этого никто не оценит. А можно в красивый сюжет завернуть, что в компании «Мега Вау Новости», часть вторая, да, то есть, у нас с вами была акция для сетевиков, сейчас у нас не акция, а изменение маркетинг-плана в лучшую сторону, можно так выразиться, да, и повышение всех выплат и акций, и бонусов, да, причем без повышения цен. И, конечно же, это нужно понимать, и это нужно преподносить таким образом, чтобы к вам пошли люди, понимая, что у вас стало еще лучше, а чтобы они поняли, что у вас стало еще лучше, нужно сделать более классные суперские посты даже с расчетами, например, взять, в пример, свои личные выплаты и сказать, вот бы я уже в этом году столько бы могла зарабатывать, но я буду столько зарабатывать вот со второго каталога, то бишь через 41 день. То есть, вывернуть глобально новость по-хорошему и классному можно по-разному, да, понимаете, можно быть скучным, можно быть нескучным. Поэтому сейчас я вам скину прайс с полными баллами, вы еще с ними можете поработать и продвигать именно этот продукт. Я же все-таки люблю продвигать продукт с помощью знаний маркетинг-плана, да. То есть, мы с вами все понимаем, что знать маркетинг-план, это значит не быть освобожденным от выплат и получать их в полном объеме, потому что когда мы знаем, как мы с вами строим структуру и команду, когда мы знаем, где плюс, где минус, где чего и как, то мы с вами можем зарабатывать миллионы, так же, как и мы с Антоном, да, семья Кононовых, зарабатываем сейчас на данный момент уже миллионы рублей в месяц. И, конечно, тут наивно полагать, что эта новость, она пройдет как бы стороной, как бы вот так вот, да. Но разговаривая с Валей и Андреем Зеленковыми, да, как стоп-лидерами Казахстана, с Лойкой Абдулиной я разговаривала, да, то есть вы помните, да, то есть это лидер, который взял быстрый старт по элитному директору впервые в компании, Фаберлик вообще, да, был фурор, этот лидер в структуре Вали Андрея. Валя Андрея у меня в структуре, в команде. И я вам могу сказать, что они говорят, а чего вы все презентуете, чего вы трясетесь. У нас просто повысили, и все, и мы рады, все стали больше получать. И второй раз нам просто повысили, все рады, все опять стали больше получать. Никто ничего не говорил, никто ничего не жаловался. Мы ничего не презентовали особо. Ну, я, конечно, была удивлена. Мне кажется, что такую акцию нужно прямо, ну, не так, как в Казахстане презентовать, и действительно презентовать ее как мегаволновость. Потому что даже, в пример, взять единовременный квалификационный бонус за статус директор, он у нас с вами вырос, на минуточку вырос, да, через всего лишь 40 дней, на какую сумму, на какой процент? На 45%. Поэтому составлять алгоритм действий и прописывать действия в соцсетях просто жизненно необходимо. И индивидуально встречаться с теми, кто не умеет считать маркетинг-план. Да, то есть вот смотрите, например, остановимся немножко на этом слайде, чтобы вам было больше понятно, да, расчет для участников маркетинг-плана от 3% до 23%. То есть 3000 баллов, директор, это уже доход на 149 тысяч рублей больше. Что можно на эти 149 тысяч сделать? Сами подумайте, да. Какую-то мечту свою, хотелочку исполнить. Кто-то купит шубу, кто-то там слетает, отдохнет, да, кто-то там холодильник купит. Кому чего, да, вот о чем мы с вами говорили, обычные такие вот простые примеры. Но это же 149 тысяч, только директор будет больше получать. А вы представляете, насколько больше будет получать Аня Команова в статусе партнер? Вы представляете, сколько будет получать, допустим, Ольга Дубяга в статусе открытый бриллиантовый директор? Вы задумались вот в этот момент, да, насколько вообще у драгоценных директоров вырастут команды, если они вот эти 42 дня поработают, да, и действительно сделают еще более мощный результат. То есть это у вас, допустим, да, Ольга Дубяга, 6 директоров первой линии, да, бриллиантовый, она директор. Это получается, что у нее 6 директоров, каждый будет получать на 149 тысяч больше. Соответственно, соответственно, и она будет получать больше. Это, конечно же, больше. Вот, поэтому завтра мы с вами еще встретимся. У нас тут с вами марафоны, графики передов и так далее. То есть вот это все нужно очень, все это нужно очень разбирать, вот это все нужно очень-очень хорошо. Аж голова закружилась от счастья, да. Очень все надо хорошо разобрать. Ну и, ребят, чтобы хорошо войти в каталог 2 2024, и еще раз хочу сказать на минуточку, это 41 день всего остался, нам с вами нужно понимать, что в этом каталоге уже нужно начинать делать задел, чтобы доход не остался на прежнем уровне. Потому что в 2015 году, когда было повышение балла на выплат, я бы еще тогда была на 19%, я уже переживала, да, вот это повышение, и кто-то действительно рванул из-за того, что добавили, а кто-то приупал. И приупал по той простой причине, что он пишет, Аня, у меня вот доход вроде такой же, а процентный уровень упал. Я говорю, ну так молодец. То есть человек ни на каких вебинарах не был, ни на чем не был, он даже про это не знал, да, и понять не мог, почему процентный уровень упал, а доход на прежнем месте остался. То есть вот тут палка двух концов, поэтому, конечно, нужно быть внимательным и все это дело проработать. Ну все, всем пока-пока. Шикарно. Изменения вообще мощные.